Митинги в Кишиневе сегодня продолжаются. По моим оценкам в центре столицы Молдавии, около парламента, сегодня собрались до трех тысяч человек. Они скандируют слова «Прочь Майя Санду, прочь правительство». Митингующие прошли буквально один квартал. Дальше их встретил кордон полиции, который не пропускает митингующих. Дальше здесь установлена сцена, здесь выступают представители, активисты этого митинга. Пока стычек между правоохранителями и митингующими нет, однако митинг очень шумный и в центре Кишинева сегодня опять неспокойно. Почему пришли на митинг? Пенсия маленькая, что-то подорожало. За что жить? А что именно подорожало? О чем речь? Продукты. В основном продукты. Вы выходите не первый раз? Нет, не много раз. У меня сыр на группе 2100, вы бы прожили на эти деньги? Не один вопрос. Никто бы на эти деньги не прожил. А какие требования сегодня конкретные, если говорить? Конкретные, чтобы были ее снять и большие изменения. Да, будет мир на Украине. Путин это фашизм. Адольф Путин. Номер два. После Гитлера. Я сегодня пришел в контр-манифест против силы Москвы, которые посылают сюда своих агентов с деньгами. Подбирают людей, которые не разбираются в чем дело. Плотят им за это. Сажают их на автобусах и привозят в центре Кишинева. Этот конфликт против демократии в Молдавии. Мы победим. Мы победим вместе с Украиной. Украина. Украина с нами. И мы с Украиной. Сегодня в Кишиневе проходит очередной митинг организованной партии ШОР. Партия, которая открыто заявляет, что оплачивает за участие в этих митингах. В последние недели наши правоохранительные органы выявили многократные суммы денег. Миллионы, которые находили у сторонников партии, у организаторов партии, которых были предназначены на оплату участников. Никто не скрывает, что это уже, так скажем, пророссийская партия и финансирование приходит из России. И участвует в основном в этих митингах население сельское, которое видит участие в этом митинге как возможность заработка. Никакой идеи как таковой. Там нет. Понятно, что существует определенный негатив у населения из-за роста цен, роста на энергоресурсы цены. Но в большей степени это фарс, который направлен на то, чтобы показать, что в Молдове есть определенные силы парароссийские, которые видят будущее Молдовы, так скажем, как они любят покрыть нейтрально, не в Европе, не в НАТО, а как их независимое государство. Понятно, что большая часть населения выступает за проевропейский вектор. Все эти попытки в большей степени направлены на то, чтобы российская пропаганда имела возможность показывать определенную картинку, что не все так хорошо, и не все страны, которые движутся в Европу, и то население, которое там живет, поддерживает этот вектор. Продолжение следует...